Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня продолжим с вами узнавать о приключениях Шерлока Холмса в произведении Конан Дойля с описки Шерлока Холмса. И мы с вами читаем «Голубой карбункул», вторая часть. Хм, вот данные, собранные полицией, задумчиво проговорил Холмс и швырнул газету. Нам теперь остается установить, каким образом камень, находившийся в шкатулке, графини, очутился в забу гуся. Видите, Ватсон, дело принимает гораздо более серьезный характер. Вот камень, камень найден в забу гуся, а гусь получен от мистера Генри Беккеттера, владельца длиной шляпы. Теперь нам необходимо найти этого господина и установить его роль в историю с гусям. Надо прибегнуть к самому простому способу поместить объявления во всех вечерних газетах. Если это не поможет, я приму другие меры. Как вы составите объявление? Дайте карандаш и колчок бумаги. Ну, свод. На углу улицы Гудш найдены гуси, черная поярковая шляпа. Мистер Генри Беккер может получить означенные предметы, явившись сегодня в 6 часов 30 минут вечера на Беккер-стрит 221-Б. Это кратко и, вразумительно, вполне. Но попадется ли ему на глаза это объявление? Ну, он, наверное, просматривает объявление, ведь для бедного человека потерять гуся и шляпу довольно тяжело. Очевидно, он так перебугался при виде разбитого стекла и приближающего Петерсона, что думал только о том, как бы удрать. Но позже он, должно быть, очень сожалел, что поддался страху и лишь к сагусям. А если сам он и не прочтет объявление, то кто-нибудь из знакомых, наверное, обратит его внимание. Петерсон, сбегайте-ка в бюро объявлений и скажите, чтобы эту заметку поместили в вечерних газетах. «В каких, сэр? Да во всех, какие вам придут на ум. Слушаюсь, сэр. А как насчет камня? Ах, да, камень остается у меня. И знаете, что еще, Петерсон? На обратном пути купите гуся и принесите сюда. Надо же дать этому джентльмену компенсацию за гуся, которого кушает в настоящее время ваша семья». Когда Петерсон вышел из комнаты, Холмс взял камень и стал рассматривать его на свет. «Славный камешек!» Сказал он, «Посмотрите, какая игра, сколько преступлений совершено ради него. Дорогой камень, это любимая приманка дьявола. Этому камню не более 20 лет. Он был найден на берегах реки Амой в Южном Китае. Он овладает всеми свойствами карбункула. За исключением того, что он не красного цвета, а голубого. Но несмотря на молодость этого камня, с ним уже связано много темных дел. Из-за него совершено два убийства, самоубийство и несколько краж. Кто-то, кого-то облили серной кислотой. Можно ли подумать, что такая прелестная игрушка ведет к бисереце и тюрьме? Я спрячу камень и напишу графине, что он у меня. Вы думаете, что Горнер не виновен? Ничего не могу сказать. Значит, вы думаете, что Генри Беккер причастен к этому делу? Возможно, Генри Беккер и не подозревал, что его гусь стоит дороже, чем если бы он был весь из чистого золота. В этом мы сможем убедиться, если получим ответ на наше объявление. А до тех пор вы ничего не можете сделать? Ничего. В таком случае я пойду по своим делам, а вечером приду в назначенный вами час. Мне очень интересно узнать развязку этого дела. Буду очень рад. Я обедаю всем. Кажется, будет куропатка. Между прочим, не попросить ли мисс Гудсон, чтобы она хорошенько осмотрела ее зол? Ох, меня несколько задержали, и было уже больше половины седьмого, когда я вернулся на Беккер-стрит. Подойдя к дому, я заметила у подъезда высокого человека в шотландской шапочке и в пальто, застегнутом наглухо. Дверь отперли как раз в ту минуту, когда я подошел, и мы вместе с незнакомцем поднялись в комнату Холмса. Мистер Генри Беккер, не правда ли, сказал Холмс, поднимаясь с кресла и обращаясь к посетителю с тем радушным видом, который он умел на себя напускать. Присядьте к камину, доктор Беккер. А, Ватсон, вы пришли как раз вовремя. Это ваша шляпа, мистер Беккер. Беккер был высокого роста, широкоплечь, у него была крупная сидеющая голова и большое умное лицо с сидеющей каштановой бородкой. Красноватый нос и легкое дрожание протянутой руки явно подтверждало догадки Холмса относительно его образа жизни. Воротник его порыжевшего черного пальто был поднят, из рукава торчали худые руки, никаких признаков манжет или рубашки. Говорил Беккер тихим, отрывистым голосом, тщательно выбирая слова. Вообще он производил впечатление образованного человека, которому не повезло в жизни. «Мы продержали ваши вещи несколько дней, ожидая, что вы дадите объявление о потере с указанием вашего адреса», — сказал Холмс. «Не понимаю, почему вы этого не сделали?» Посетитель с конфужем усмехнулся. «В настоящее время денег у меня не так много, как было прежде», — заметил он. «Я не сомневался, что шляпу гуся унесли напавшие на меня негодяи, и не хотел напрасно тратить деньги, разыскивая пропавшие вещи». «Весьма понятно. Между прочим, гуся нам пришлось съесть». «Съесть?» — Беккер в волнении поднялся со стула. «Да, ничего другого не осталось делать, но я думаю, что этот гусь, лежащий на буфете, почти такой же величины, и при том совсем свежий, вознаградит вас за потерю съеденного нами гуся». «О, конечно, конечно!» — проговорил Беккер со вздохом облегчения. «У нас остались перья, лапки и зоб вашего гуся, поэтому, если желаете...» — Беккер громко расхохотался. «О, они могли бы мне пригодиться только как воспоминание о моем приключении», — сказал он. «Нет, сэр, с вашего разрешения я удовлетворюсь превосходным гусем, лежащим на вашем буфете». Шерлок Холмс проницательно на меня взглянул и слегка пожал плечами. «Вот ваша шляпа и ваша птица», — сказал он. «Между прочим, где вы купили вашего гуся?» «Я несколько смысл в этом деле и должен признать, что редко видел такой удачный экземпляр. Не укажете ли вы мне, где вы его достали?» «Охотно», — ответил Беккер. Он встал и взял с буфета вновь обретенного им гуся. «Видите ли, я с моими приятелями часто бываю в трактире «Альфа» возле музея. Днем мы работаем в музее. В этом году хозяин трактира, Виндмэнд, основал гусиный клуб. Мы должны были платить по несколько пенсов в неделю и получить к Рождеству гуся. Я аккуратно выплачивала свои пенсы. Остальное вам известно. Весьма признателен вам, сэр. Желанская шапочка не идет ни к моим годам, ни к моему серьезному виду». Он поклонился нам с комической важностью и вышел из комнаты. «Ну, с мистером Генри Беккером мы покончили», — сказал Холмс, забирая за посетителем дверь. «Очевидно, он решительно ничего не знает. Вы голодны, Ватсон?» «Не особенно. В таком случае я предлагаю вам отложить обед на более поздний час и пойти по горячим следам. С удовольствием!» «Ночь была холодная. Звезды сияли на безоблачном небе. Наши шаги и гулка раздавались в тишине улицы. Через четверть часа мы очутились в Блумсбери, в Альфе, в маленьком кабачке на углу одной из улиц. Холмс зашел в зал и попросил красощёкового хозяина в белом переднике подать два стакана пива. «Если ваше пиво так же хорошо, как ваши гуси», — сказал Холмс, — «то оно должно быть превосходным». «Мои гуси?» — переспросил с удивлением хозяин. «Ну да. Полчаса тому назад я говорил с Генри Бекером, членом вашего гусиного клуба». «Ах, вот оно что! Но, видите, сэр, гуси-то ведь не наши». «В самом деле, чьи же они? Я купил две дюжины у одного торговца из Ковендгарденском рынке». «Ах, купили у торговца. А как его зовут? Я знаю там нескольких торговцев. Его зовут Брэкенридж. Этого я как раз не знаю. Но за ваше здоровье, хозяин, желаю вам счастья, спокойной ночи». «Нос теперь к мистеру Брэкендриджу». «Брэкендриджу», — сказал Холмс, сказал, когда мы вышли на улицу. «Помните, Ватсон, если, с одной стороны, мы имеем дело с таким прозаичным предметом, как гусь, то, с другой стороны, в этой истории замешан человек, который получит 7 лет каторжных работ, если нам не удастся доказать его невиновность. Поэтому марш на юг». «Мы прошли по улице Эндель и извилистыми грязными переулками вышли в Ковендгардскому рынку. Над одной из самых больших лавок красовалась вывеска с фамилией Брэкендридж. «Хозяин — крупный человек с резкими чертами лица и с расчесанными бакенбардами. Помогал мальчику закрывать ставни». «Добрый вечер!» «Ну и холодно же сегодня», — сказал Холмс. «Хозяин утвердительно кивнул головы и посмотрел на моего друга». «Я вижу, вы распродали своих гусей», — сказал Холмс, указывая на мраморный прилавок. «Завтра утром я могу доставить вам пятьсот штук». «Да, но это будет уже поздно». «Там в лавке, где горит газ, есть еще гуси». «Но меня послали именно к вам». «Кто вас послал?» «Хозяин Альфы». «Да-да, я продал ему две дюжины гусей». «Славные были гуси. Откуда вы их взяли?» «К моему удивлению, вопрос этот вызвал взрыв негодования». «Нос, мистер», — сказал он, закинув голову и скрестив на груди руки. «Что вы хотите выпытать?» «Говорите прямо». «Да, я, кажется, говорю достаточно прямо. Я хотел бы узнать, кто продал вам гусей, которых вы доставили в трактир Альфа». «Не скажу, вот и все». «Ну, не хотите и не надо, я только не понимаю, почему вы так горячитесь из-за такого пустяка». «Да поневоле станешь горячиться, когда к тебе со всех сторон пристают с этими гусями». «Казалось бы, заплатил хорошие деньги за хороший товар, и дело с концом». «Так ведь нет же! Где гуси? Кому вы продали гусей? Сколько вы возьмете за этих гусей?» «Можно подумать, что это их единственные гуси на свете». «Ну, я-то не имею никакого отношения к тем, кто вас расспрашивал небрежно», — проговорил Холмс. «Если вы не скажете мне, то пари и состоится, вот и все. Я всегда не прочь поспорить насчет дичи». «И теперь держу пари на пять шиллингов, что гусь, которого я ел, откормлен в деревне». «Ну и плакали ваши денежки. Гусь-то как раз был откормлен в городе. Не может быть! Говорю вам, что это так. Не верю». «Уж не думаете ли вы, что больше ты смыслите в гусях, чем я?» «Да я с самого детства вожусь с гусями. Говорю вам, что все гуси, посланные в Альфу, откормлены в городе. Вам меня в этом не убедить». «Ну, хотите держать пари?» «Это значило бы просто прикарманить ваши деньги, так как я совершенно уверен, что прав. Но все же я буду держать с вами пари на саверен, чтобы отучить вас от упрямства». Торговец насмешливо посмотрел на Холмса. «Принеси книги, Биль», — сказал он мальчику. Мальчик принес две книги. Одну маленькую, тонкую, другую большую, засаленную. Он положил их на стол под висящей лампой. «Ну, самоуверенный джентльмен», — сказал торговец. «Я думал, что на сегодня уже покончил с гусями, а вышло не так. Видите эту маленькую книгу?» «Ну и что же?» «Это список тех, у кого я покупаю свой товар». Понимаете? Вот на этой странице фамилия продавцов из деревень. Цифра рядом с фамилией обозначает страницу большой книги, где ведется счет этого поставщика. Но посмотрим здесь. Видите записи красными чернилами? Тут записаны фамилии моих городских поставщиков. Взгляните вот на эту и прочтите ко мне вслух. «Миссис Окшотт, 117, Брикстон Ротт, 249», — прочитал Холмс. Совершенно верно. А теперь отыщите указанную страницу большой книги. Холмс нашел страницу. Вот видите, мистер Окшотт, 117, Брикстон Ротт, торгует дичью и яйцами. Ну а что тут записано? «22 декабря, 24 гуся, по 7 шиллингов, 6 пенсов». Совершенно верно. А внизу продано мистеру Вингман, Виндмэтту, хозяину трактира Альфа, по 12 шиллингов. Ну, что вы теперь скажете? У Шерлока Холмса вытянулось лицо. Он достал из кармана саверен, бросил его на выручку и вышел из лавки. Не сказав ни слова мистеру Реккен Риджо, пройдя несколько шагов, он остановился под фонарем и рассмеялся своим особенным безвыщенным смехом. «Когда вы встречаете человека с такими баками и с торчащим из кармана красным платком, вам всегда удастся выведать от него все, что вам нужно. Стоит только предложить ему пари», – сказал Холмс. «Если бы я обещал ему 100 фонтов за нужное сведение, я не узнал бы и половины того, что узнал, предложив ему пари. Мне кажется, Ватсон, мы приближаемся к цели. Остается решить, отправимся ли мы к миссис Окшет сегодня же или отложим наш визит на завтра». Из слов этого грубияна мне ясно, что не мы одни озабочены этим делом, и я хотел бы... Внезапно слова его были прерваны громкими криками, вылезавшими из лавки Бреккен Риджа. Мы обернулись и увидели маленького человека с крысиным лицом. Он стоял в круге желтого света, падающего от висящей лампы. А Бреккен Ридж, остановившийся в дверях своего магазина, яростно грозил ему клыками. «Хватит с меня вас!» – и ваших гусей кричал он. «Убирайтесь ко всем чертям! Если вы еще раз придете надоедать мне своей дурацкой болтовней, я спущу на вас собаку. Приведите миссис Окшет, ей я отвечу. А вы да тут при чем? У вас, что ли, я купил этих гусей? Не у меня, но один из них принадлежит мне», – жалобно простонал человек. «Ну так и спрашивайте его, миссис Окшет, она велела мне спросить у вас. А мне это что за дело? Спрашивайте хоть у самого прусского короля. Надоело мне все это, убирайтесь вон!» Он в бешенстве бросился на человека, но тут вылетел из лавки и исчез в темноте. «Ага, нам, может быть, не придется идти к миссис Окшет», – шепнул мне Холмс. «Пойдемте-ка посмотрим, что можно узнать у этого парня». Мой спутник быстро прошел мимо кучек людей, глазевших на освещенные витрины магазинов. Нагнал человека и хлопнул его по плечу. Тут поспешно обернулся. При свете газового рожка я заметила, как вся краска сбежала с его лица. «Кто вы? Что вам от меня нужно?» – проговорил он лежащим голосом. «Извините меня, любезно», – сказал Холмс. «Я нечаянно услышал вопросы, которые вы задавали хозяину лавки, и думаю, что мог бы вам быть полезен». «Вы? Кто вы такой? Как вы можете что-нибудь знать об этом деле? Меня зовут Шерлок Холмс. Моя профессия состоит в том, чтобы знать то, чего не знают другие». «Но этого вы не можете знать. Извините, я знаю всё». «Вы стараетесь установить, куда девались некоторые из гусей, проданных миссис Окшот, проживающие на Брикстон-Род, торговца по фамилии Брэккелридж, который, в свою очередь, продал гусей мистеру Витмонту». Хозяину трактира «Альфа». «А тот перепродал их клубу, членом которого состоит мистер Генри Беккер». «О, сэр, вы как раз тот человек, которого я так жаждал встретить, воскликнул человечек, протягивая Холмсу дрожащие руки. Я не могу вам сказать, как глубоко я заинтересован этим делом». Шерлок Холмс подозвал проезжающими окоп. «В таком случае нам удобнее переговорить в уютной комнате, чем стоять в толчье рынка. Да ещё на ветру», — сказал он. «Но прежде чем мы отправимся ко мне, скажите, кому я буду иметь удовольствие помочь своим советам?» Человечек колебался одно мгновение, а затем ответил, глядя в сторону. «Я Джон Робинзол». «Нет-нет, скажите, ваше настоящее имя», — любезно проговорил Холмс. «Неловко иметь дело с человеком, не зная его имени». Бледное лицо незнакомца вспыхнуло. «Ну, извольте, моё настоящее имя Джемс Рейдер». «Отлично. Вы служили в отеле «Космополитен». Пожалуйста, садитесь в кэп, и я скажу вам всё, что вы желаете узнать». Человечек смотрел то на Холмса, то на меня глазами полными испуга и надежды, недоумения, что его ждёт счастье или беда. Наконец он решился ехать с нами. Во время поездки мы все молчали, только прерывистое дыхание нашего спутника нарушало тишину. «Вот мы и приехали», – весело проговорил Холмс, когда мы вошли в комнату. Горящий камин очень кстати в такую погоду. «Вам кажется холодно, мистер Джемс Рейдер? Присядьте, пожалуйста, на этот стул. Я только надену туфли, а затем мы займёмся вашим делом». «Ну вот, вы хотите узнать, что стало с теми гусями?» «Да, сэр. Скорее вас интересует судьба одного из гусей, белого с чёрной полосой на хвосте». Рейдер задрожал от волнения. «О, сэр, можете мне сказать, куда он попал?» «Сюда». «Сюда?» «Да. Это была замечательнейшая птица. Я ничуть не удивлюсь, что она вас так интересует. После смерти она снесла яичко, прелестнейшее голубое яичко. Оно у меня здесь, в моём музее». Посетитель поднялся со стула и, зашатавшись, схватился рукой за доску камина. Холмс открыл шкатулку и вынул голубой карбонку. Камень сверкал, как звезда, ярким холодным светом. Рейдер смотрел на него с окаменевшим лицом, не зная, на что решиться, потребовать ли камень или отказаться от него. «Дело проиграно, Рейдер», спокойно проговорил Холмс. «Осторожнее, а то упадёте в огонь. Поддержите его и усадите в кресло, Ватсон. У него недостаточно крепкие нервы, чтобы мошенничать, не выдавая себя. Дайте ему глотнуть виски, вот так». Теперь он принял более человеческий вид. Вот герой. От водки Рейдер пришёл в себя. На его щеках показалась краска. Он сидел в кресле, устремив на Холмса полный ужасов взгляд. «У меня в руках все нити этого дела», сказал Холмс. «Так что вам почти нечего добавить. Но для полной картины мне нужно узнать то немногое, чего я ещё не знаю». «Вы слышали о голубом камне графини Маркар?» «Да». «Мне говорила о нём горничная графиня Катерина Кизак», сказал Рейдер глухим голосом. «Понимаю, вы не устояли перед искушением, внезапно разбогатеть, и не думали о том, какой ценой будет приобретено богатство. В вас, несомненно, все задатки отъявленного негодяя». «Вы знали, что паяльщик Горнер был когда-то замешан в подобного же рода деле?» «И не сомневались, что подозрение падёт на него». «Как же вы действуете?» «Вы со своей соучастницей Кизак придумываете какую-то почингу в комнате графини и вызываете Горнера. Затем, после его ухода, вы выкладываете из шкатулки драгоценный камень и поднимаете крик. Несчастного парня арестуют. Тогда вы...» Рейдер вдруг бросился на колени и с мольбой охватил ноги Холмса. «Ради Бога!» «Сжальтесь надо мною!» «Подумайте о моём отце, о моей матери!» «Это разобьёт им сердце!» «До этого дня я никогда ничего подобного не делал и никогда не сделаю!» «Ой, не предайте меня суду!» «Во имя Бога не предавайте!» «Садитесь на место, — сурово проговорил Холмс. «Теперь вы унижаетесь и ползаете передо мною на коленях!» «Подумали ли вы тогда о несчастном горнале?» «И что, Сишенька?» «Тём?» «Ищенька?» «Ой!» «Да?» «Нет?» «О, мой!» «Который должен был нести наказание за преступление, о котором он ничего не знал! «Я могу бежать в мистер Холмс!» «Я могу покинуть Англию!» «Тогда его невиновность будет установлена и его оправдают!» «Об этом мы поговорим позже!» «А теперь расскажите дальнейший ход дела!» «Каким образом камень попал в зуб гуся, а как гусь попал на рынок?» «Говорите всю правду!» «Только правда может спасти вас!» Райдер облезал пересохшие губы. «Я расскажу вам всё, сэр!» «Когда Горнера арестовали, я решил, что мне надо куда-нибудь уйти, так как полиция могла обыскать меня и мою комнату. Я ушёл как будто по делу и отправился к моей сестре, миссис Окшотт на Брикстон-Род. Она занимается тем, что откармливает гусей и продаёт их. Когда я шёл к ней, каждый встречный казался мне полицейским или сыщиком. Несмотря на холодный вечер, я обливался потом. Сестра спросила, что случилось и почему я так бледен. Я ответил, что в нашем отеле произошла крупная кража, которая меня сильно взволновала. Затем я вышел во двор, закурил трубку и стал размышлять, что мне делать дальше. У меня есть приятель, некий Мао Делли, который только что отбывшее наказание в Пентон-Вилле. Мы как-то с ним встретились, и он мне рассказал о разных проделках воров и о том, как они забывают краденые вещи. Я знал, что он меня не выдаст, так как мне известны кое-какие его делишки, и я решил пойти к нему в Кельбури и открыть ему мою тайну. Я был уверен, что он поможет мне сбыть этот камень. Но как добраться до Мао Делли? Я вспомнил, какие муки я претерпела, пока дошел из отеля до Брикстон-Рот. Меня могли схватить, обыскать и найти камень в кармане жилета. Я стоял, прислонившись к стене, и рассеянно смотрел на гусей, бродивших по двору. Внезапно у меня мелькнула мысль о том, как можно пронести самого искусного сыщика. Несколько недель тому назад сестра сказала мне, что я могу выбрать себе к Рождеству любого из ее гусей. Я знал, что она всегда исполняет свое обещание, а потому считал себя вправе взять одного из гусей и унести в нем камень. На дворе стоял маленький сарай. Я загнал туда гуся, жирную большую птицу с полосатым хвостом. Поймал его, открыл ему клюв и засунул камень как можно глубже в горло. Гусь проглотил его, и я заметил, что камень прошел в зоб. Но тут гусь стал биться и хлопать крыльями. На шум вышла сестра. Я обернулся к ней, а гусь воспользовался этим и упорхнул во двор к остальному стаду. — Что ты тут делаешь, Джемс? — говорит мне сестра. — Ты обещала подарить мне к празднику гуся, — говорю я. — Так вот я и щупал, который из них пожирнее. — Да мы, — говорит она, — уже оставили для тебя гуся. Мы так его и называем, гусь Джемса. Всех их у нас 26 штук. Один для тебя, один для нас, а две дюжины для продажи. — Спасибо, Мэгги, — говорю я сестре, — но если тебе все равно, я хотел бы получить гуся, которого я себе выбрал. Но тот, которого мы для тебя откармливали, весит на 3 фунта больше, — говорит она. Это не важно. Мне хочется иметь как раз этого, и я возьму его сейчас с собой. Сестра немного даже надулась. — Ну так бери, какого хочешь, — сказала она. — Которого же? — Вот того, в самой середине стада белого с полосатым хвостом. — Ну и хорошо, — согласилась сестра. — Зарежь его и бери с собой. — Я так и сделал, мистер Холмс. Я зарезал гуся и отнес его в Килибуре. Там я рассказал приятелю о своей проделке. Он так хохотал, что чуть не задохся от смеха. Потом мы взяли нож и разрезали птицу. Сердце у меня так и упало. Камни не было. И я понял, что произошла какая-то страшная ошибка. Я бросил гуся, побежала к сестре и кинулся во двор. Там не было ни одного гуся. — Где все гуси, Мэгги? — крикнул я. Я отправила их к торговцу. — К какому торговцу? — К Брэкинджу. К Брэкириджу. На Кавенгарденском рынке. — А был у тебя другой гусь с полосатым хвостом? — Похоже на выбранного мною, — сказал я. — Да, Джемс. Их было два с полосатыми хвостами. И я никак не могла их различить. Ну, я, конечно, все понял и пустился бежать к Брэкинджу. Но он уже успел продать всех гусей и ни за что не хотел сказать кому. Вы сами слышали, как он со мною говорил. Сестра думала, что я сошел с ума. Никогда мне и самому это кажется. А теперь я увлеченный вор, хотя даже и не воспользовался той вещью, из-за которой сгубил свое доброе имя. Он судорожно зарыдал, закрыв лицо руками. Наступило долгое молчание, прерываемое только всхлипыванием райдера и нервным постукиванием пальцев Холмса о стол. Вдруг Холмс встал и резким движением открыл дверь. — Убирайтесь! — крикнула. — Как, сэр? — Вот и благословит вас Бог! Больше не было и произнесено ни слова. Райдер стремительно выбежал из комнаты. Мы услышали его шаги на лестнице, затем стук, захлопнувшийся внизу двери. — В сущности, Ватсон, полиция не нанимала меня исправлять ее ошибки, — сказал Холмс, протягивая руку к глиняной трубке. Другое дело, если бы Горднеру угрожала опасность, но ведь этот парень не выступит с обвинением в дело самого собою, будет прекращено. Может быть, я делаюсь соучастником мошенника, но возможно, что этим я спасаю человека. В другой раз Райдер так не поступит, слишком уж он напуган. Если теперь засадить его в тюрьму, он станет постоянным ее обитателем. Мы случайно наткнулись на это странное происшествие, и разгадка его представляет прекрасную награду за наши усилия. Благодарю вас. Очередное дело было раскрыто гениальным сыщикам всех времен и народов. А мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин